Колодец желаний нам тут пишет. Может, ты должен туда кинуть какую-то монетку? Мне кажется, я что-то туда кину, и оно просто-напросто взорвётся. Я не знаю, давайте попробуем. Вот монетка. Твою мать! Я обоснался. Он испугал. Но всё же, ребята. Офигеть! Офигеть. Заходи и подписывайся на канал Маши. Она играет в Майнкрафт и также активно ведёт рубрику, которая называется Sky Wars. Все мы знаем, что это такое. Поэтому, если ты любитель survival games, то заходи и подписывайся. Она будет этому очень рада. Как делишка, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, точнее, в новую серию нашего седьмого сезона с модом на покемонов. Где сегодня, ребята, у меня для вас будет несколько отличных новостей. Также мы будем продолжать прокачивать наших покемонов и, конечно же, искать новых покемонов. Да, ребята, поэтому оставайтесь до конца серии. Сегодня у нас будет опять много всяких приключений. А если вы хотите видеть новую серию Pixelmon каждый день, ребята, я буду рад, если вы влепите большущий палец вверх. Если мы сможем набрать на вот этой серии 3000 лайков, то я сразу же следующую серию Pixelmon выпущу завтра. 10 часов утра, ребята, если вы, конечно, хотите видеть новые видео каждый день. Поэтому не линьтесь, также подписывайтесь на мой канал, ребята, каждый подписчик для меня как друг. И также можете рассказать об этом видео своим друзьям, сделать репост вконтакте и, конечно же, оставить свой комментарий. Потому что я читаю, ребята, все ваши комментарии и на самые интересные буду отвечать. Да, ребята, а какая первая новость? И, в принципе, что я хотел первое сказать, ребята. Я обещал то, что в предыдущей серии... В предыдущей серии я обещал то, что в этой серии я начну серию со своей собакой. Но, ребята, совпало так, что собака сейчас очень занята. В том смысле, что она сейчас кушает косточки. А как вы знаете, когда собака кушает, ну, как-то не хочется ее отрывать оттуда. Я попытался, но она мне чуть палец не откусила. Хоть она и маленькая. Но все же, ребята, просто так совпало то, что серию нужно вот сейчас прямо записать. Я напозже не мог отложить. Поэтому, ребята, если вы хотите, чтобы я следующую серию уже 100% начал со своей собакой. Или же, допустим, следующий стрим, который будет во вторник, да. Не во вторник, а воскресенье, да. Поэтому, ребята, если вы хотите, поставьте лайк. Наберем 4000 лайков. Я начну следующую серию со своей собакой, ребята. Я вам обещаю. А какая первая новость? Первая новость в том, что в эту прошлую субботу у нас был стрим. И прямо на стриме, ребята, я словил Риолу. Вы, в принципе, сейчас можете посмотреть, как это все было. И больше не вижу. Нам за хапчиком нужно... Как я ее вообще нашел? Потому что у нас есть шесть покеболов. Орелу не очень, не очень такой простенький покемон, чтобы его словить. Совсем не простенький. Нужно, наверное, вот так говорить, потому что он словился с первого же покебола. Офигеть. Ну вот, ребята, то есть, как вы видите, на стримах очень много всего интересного происходит. Как вы даже могли сейчас заметить, я уже офигеть, насколько продвинулся в постройке своего дома. Поэтому, ребята, знаете что? Приходите на мои стримы каждый раз. Потому что следующий стрим у нас будет в воскресенье в 3 часа дня по Украине и по Москве. Ребята, приходите. Я вас всех действительно буду очень ждать. Мы будем играть и на моем сервере, где мы будем играть в мини-игры, где мы будем выживать с подписчиками и многое, ребята, другое. Я вас действительно буду там очень сильно ждать. И, как видите, на стримах всегда много чего интересного происходит. Я вообще не ожидал встретить нафиг там Реолу. Но я как-то ее встретил. И я прям офигел. Честно, ребята, я прям настолько офигел, что я вот так где-то минуту с открытым ртом просто сидел и не мог даже понять. Это реально Реолу заставилось. Я, ребята, честное слово офигел. Но, что по поводу постройки дома? Как видите, она, в принципе, по чуть-чуть, по чуть-чуть продвигается. Потому что это нафиг даже не дом. Это какой-то, мать его, замок. Вот смотрите, мы тут входим. И смотрите, сколько тут пространства. Мне кажется, тут пол, не знаю, пол Китая поместится. Но я тут буду жить один, ребята. Ну, конечно же, со своими покемонами. Я уже тут поставил сундучки для того, чтобы складывать ненужные нам вещички. Допустим, вот это. 20 голов скелета. Я выбил их на стриме. Также, ребята, давайте вот эти все молочка. Соки поскладываем. Что у нас тут, ребята, также есть. И вот это еще можно. И вот это еще можно. Замечательно. Сейчас, ребята. Что мы будем делать? Вот смотрите, что я выбил на стриме. Я выбил новый вот этот покебол. Люкс Рибол, который называется. Вот так. И также, ребята, я выбил 3 лаки-блока. У меня на стриме так совпало. У меня лаки-блоки так начали спавниться. То, что с одного лаки-блока нам выпало 3 лаки-блока. Вот такой удачный блок. Потом с тех 3 лаки-блоков нам выпало еще 10 лаки-блоков. И с тех 10 лаки-блоков нам еще 10 лаки-блоков выпало. Я нашёл один лаки-блок, но в сумме в конце у меня получилось где-то 35-40 И вот, ребята, я три штучки сохранил Также нам выпало ещё рар кенди, которого я выбил с поке-лута, который находился на земле И, в принципе, мне кажется, больше ничего тут такого нету Ну, изумрудики у нас есть и многие вот такой хлам, ребята Замечательно Знаете что, ребята, в этой серии самурод у нас уже 39 уровень Вот, давайте мы на него посмотрим 39 уровень И также через ардушка у нас уже, ребята, 48 уровень Зашибись просто Но у нас ещё также есть Гротл, ребята Гротл, я сказал Вот так Который у нас 26 уровень Ты чё меня... Ты чё быкуешь? 26 уровень Его нужно прокачать, ну, хотя бы к 36 уровню, чтобы он эволюционировал Потом Риолу у нас также есть Мы её... Ну, давайте Риолу мы сохраним на следующую команду Знаете почему? Потому что в этой команде... В этой команде у нас капитан Чаризард Я не хочу его менять, потому что это наш самый первый покемон И самый главный в этой команде Я не хочу, чтобы у них там тёрочки, знаешь, были Мол, Чаризард говорит то, что я самый главный А Риолу говорит то, что я самый главный Риолу у нас, ребята, будет на следующую команду Я, наверное, так это и сделаю Но, что нам нужно сейчас сделать, ребята? Нам нужно... Кстати, у нас будет на эту серию один или два поке... Точнее, лаки-блока Может, ребята, мы в конце серии даже их откроем Но, знаете что? Давайте мы пойдём и попытаемся найти ещё лаки-блоки Которые прям отлично спавнятся Вот тут Минус 1592, 72, 268 Вот тут в пустыне они очень часто спавнятся И их очень просто найти В пустыне, потому что, как видите, пустыня светлая И сразу заметно то, что, допустим, где-то заспавнится То ли лаки-блок, то ли, допустим, поке-бол Который на земле, ребята, где-то валяется Вот, кстати, не успел я прийти И мы уже сразу, ребята, нашли один поке-бол И как обычно, ребята Как обычно мы с вами делаем Если вы заметите на земле поке-бол Или если вы заметите на земле лаки-блок Или, допустим, вот тут на карте, да Которая вот тут в уголку находится Если вы там, ребята, вот это всё заметите То сразу же кричите в комментарии В прямом смысле То есть пишите, Эггисон, на такой-то там секунде, на такой-то там минуте, в таком-то там месте ты пропустил Лаки-блог или Поке-чест. И я, конечно же, ребята, потом туда вернусь после, точнее, в следующей серии, когда у нас, ребята, будет время. И это всё благодаря вам я туда вернусь, потому что именно вы вот это, ребята, заметили. Да, ну сейчас, ну сейчас мы полетим куда-то в эту сторону, потому что тут мы ещё не были, да, тут мы ещё не были. И знаете, ребята, почему я вот так активно ищу вот эти Лаки-блоки и, точнее, вот эти Поке-болы? Потому что, ребята, зачем нам нужны Поке-болы? О, кстати, Поке-болы нам нужны для того, чтобы мы попытались выбить с них Орб. Орб нам нужен для того, чтобы прокачать его... А, нет, я тут уже был, нафиг, я тут уже был, твою мать. Орб нам нужен для того, чтобы прокачать его в электрический Орб, А потом с помощью этого электрического орба заспавнить легендарного покемона Забдуса Да, ребята, мы уже даже нашли его алтарь Все, что нам нужно, это просто-напросто найти орб Хоть это очень сложно делается Поэтому, ребята, сейчас нам очень активно это все нужно искать Искать покеболы и пытаться с них что-то выбить действительно стоящее Хоть мне кажется, это будет очень так, очень так сложновато Как вы, в принципе, это, наверное, уже ребята поняли Но давайте, знаете что, давайте мы пойдем сюда Минус 540, 75, 309, да, и попробуем найти, пожалуй Так, офигенно, я просто в домике заспавился Кстати, кстати, кстати Ну, круто Железо и также еще хлебчик покушать Нифига себе, я прям в домике красиво заспавился Так, ребята, полетели, полетели только в какую сторону? В какую сторону? В ту сторону нам нужно лететь, да? Да, в ту сторону, ребята, нам нужно лететь И будем надеяться, что нам попадется лаки-плот Да ну нахрен! Да ну нахрен! Гроудонз, офигеть! Ну почему ты сейчас заспавился, зараза? Легендарный покемон Гроудонз заспавился в... В этих, как они там называются? О, кстати, еще один, да Гроудонз заспавился, я покемолу радуюсь Заспавился в этих, в пустынних горах, как это называется Кстати, еще один лаки-блок Гроудонз, ну почему ты сейчас заспавился, паскуда? Опа! Спасибо! Спасибо! Десятого алмазов, кстати, они нам очень даже пригодятся Офигеть! Гроудонз заспавился! Нифига себе, Гроудонз заспавился! 15 золота, 15 изумруда, 15... Не знаю, еще там чего-то Ну где, мать твою, Гроудон? Гроудоша! Это что такое? Гроудоша! Я не знаю, где он! Твою мать! Легендарный покемон заспавился, я его даже не увидел! Да даже если я его сейчас увижу, я не смогу его никак словить Потому что он легендарный покемон, а у меня даже... У меня даже никаких покеболов нету Три покебола в инвентаре Я бы его и так, и так не словил Но я хочу его хотя бы увидеть! Где он, мать вашу? Гроудону, пожалуйста, ну покажись хотя бы! Где у нас... Где у нас горы? Гора у нас вот тут И, кстати, вот тут тоже есть одна большая гора Может, он или тут заспавился? Давайте посмотрим Desert... Desert Hills Нет, это не Desert Hills Нет, это не Desert Hills Значит... Значит, мне кажется, он тогда с той стороны речки заспавился Может, он уже задеспавился? То есть, он уже... Может, он уже пропал? Вот, тут Desert Hills у нас Но все же я хочу его хотя бы увидеть! Пожалуйста! Пожалуйста, Грудоша, покажись нам! Мы тебя все очень просим! Грудоша! Офигеть! Так неожиданно то, что прям с ума можно зайти! Да твою мать, ну где ты? Офигеть! Легендарный покемон заспавился! Как не вовремя, ребята! Как вы знаете, в этом... Может, кто-то не знает, может, кто-то знает Но я вам скажу то, что в этом сезоне у нас уже спавился... Райкоу Это электрический покемон, который спавился в Саванне Также у нас уже спавилась Райкваза Это летающая... Ну, такая летающая змея зеленая Которая спавится в Sunflower Plains, кто не знал И также, ребята, в этом сезоне у нас уже сейчас заспавился... Нет, это мне не нужно, спасибо Также в этом сезоне у нас уже прямо сейчас, ребята, заспавился Грудон у вас прямо на глазах Также у нас вроде... Илугия у нас спавилась! Точно! В этом сезоне у нас еще илугия спавилась, ребята! Я чуть не забыл! То есть, в этом сезоне у нас уже 4 покемона, которые спавнились Но я их, ребята, никак, просто-напросто не могу словить Потому что, ну, то ли я их не могу найти То ли я их не могу найти, ребята То ли я просто... Кстати, где я умер? Вот тут То ли я, ребята, не могу их найти То ли я просто не могу их словить Потому что у нас просто-напросто нету мастер-бола, чтобы словить легендарного покемона Его, конечно, можно словить с обычным болом, но это будет очень долго, и не факт, что это вообще получится, потому что легендарный покемон очень трудно ловится с помощью обычного бола. Мне кажется, там где-то понадобится 10-20 стаков покемонов, не покемонов, а покеболов. Не 20 покеболов, а 20 стаков покеболов. Это, ребята, офигеть, как сложно всё спавится, точнее, сложно как ловится, поэтому вряд ли. Вряд ли мы бы его даже словили, если бы у нас было офигеть, как много стаков покеболов. Но фигово то, что мы его, ребята, даже не нашли, это очень фигово. Я бы так хотел его... Нет! Так, твою мать. Я бы так его хотел увидеть, честное слово. Так Гроудон, это же очень красивый легендарный покемон. Офигеть. Ну почему ты даже нам не показываешься, Гроудонша? Да, зараза, зараза, Гроудонская зараза, твою нафиг. Твою нафиг, не повезло, ребята. Опять не повезло в том смысле, что легендарный покемон заспавился, а мы его даже не увидели. Плохо. Плохо, ребята, плохо. Но зато утешительный приз такой, что мы хотя бы нашли... Это что такое конфьюзило просто? Это... О, кстати, лагиблог, еще один. Утешительный приз то, что мы нашли хотя бы там 10 алмазов, там, изумруды и золото. Это утешительный, ребята, приз. Опа. Ха. Что там у нас такое, ребята? Колодец желаний нам тут пишет. Может, ты должен туда кинуть какую-то монетку? Мне кажется, я что-то туда кину, и оно просто-напросто взорвется. Я не знаю, давайте попробуем. Вот монетка. Твою мать! Я обосрался. Он испуган. Ну все же, ребята. Офигеть! 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 Вот это уже действительно утешительный приз. Вот это я могу назвать утешительным призом, ребята. Это я действительно могу назвать. Сколько? 42! У нас было вроде 15 алмазов. 15? 30? Сейчас. 20? 25? 27 алмазов. И где-то 25 там изумрудов. Офигеть! Знаете, что это колодец желаний? Написала. То есть это... Хочешь что-то пожелать, может, ты должен кинуть туда вот эту, как его, монетку. Я действительно кинул туда монетку и написал то, что твое желание сбылось. Можно и так сказать. Я могу сломать маяк. Он мне пригодится, если честно. Да! И, кстати... О, сейчас, сейчас, ребята. Кстати, тут еще дофига железа есть. И это очень круто. Это всегда утешительный просто-просто приз. Хоть что-то. Если не легендарный покемон, то хоть что-то. Пускай будет. Пускай будет. Вот тут у нас, ребята. И ж... Опа! Опа! Смотрите, сколько у нас тут железа, ребята. Смотрите, сколько у нас тут железа. Хорошо то, что я вскопнул сюда. Потому что у нас же маяк светился. Значит, под маяком же должно что-то быть. И, кстати, если бы тут блоки алмазов было, это бы было вообще. Но, кстати, сколько у нас, ребята? 32 железа. У нас полтора столько железа. Офигеть, ребята. Еще одна монетка. Я могу еще одну монетку куда-то кинуть. Я бы еще один такой колонец желаний хотел. Но, мне кажется, больше такого не будет. Так что, ребята, знаете что? Давайте мы будем возвращаться домой. Тут у нас еще, наверное, кузница есть. Давайте проведаем. Ну, офигеть. Офигеть. Вот это меня сейчас порадовало. Это меня сейчас порадовало. Колонец желаний вот этот. Очень крутой. Но все же было бы... Опа! Это что тут за пещера? Нафиг. Был бы намного круче, если бы мы легенду хотя бы увидели. Не то, что словили. А если бы еще словили, это было бы вообще фантастика. Но, не все так, ребята, просто. Нам нужно мастер-болы. А мастер-бол... О, зачем я это взял? Нафиг. Зачем я это взял? А мастер-болы, как вы, ребята, знаете, не крафтятся. Нам их нужно выбить то ли с какого-то босса, то ли найти в пуке... В пуке-лу-те, если это, конечно, возможно. Или выбить с лаки-блока. Если это тоже, ребята, конечно, возможно. Потому что, мне кажется, это будет очень и очень тяжело. А вот этот... Это действительно очень большой подарок. А маяк... Это действительно очень большой подарок. Потому что маяк мы в пиксельмоне никак не можем достать. Никак мы его не можем достать. Потому что в пиксельмоне просто-напросто нету визера. А как вы знаете, для крафта маяка нужна звезда ада. А без визера мы никак его не сможем получить. Поэтому, ребята, эти лаки-блоки, в принципе, очень даже нам пригодились. Это отличная новость. Потому что вот этот маяк я поставлю где-то тут в центре нашей ратуши. А как видите, ребята, тут у нас будет еще одна вот такая комнатка. Тут у нас тоже будет еще одна вот такая комнатка. И тут я уже, ребята, начал строить ратушу. Вот смотрите. Тут у нас будет вход. И вот такая у нас будет ратуша. Это все будет моя спальня. Где-то там наверху. Потому что тут у нас будут ступеньки. И потом там на самом верху у нас будет чаровальня. И, кстати, потом где-то на балконе у нас будет просто офис. Где будет у нас компьютер. Где будут у нас нижние полки. И где у нас будет отличный вид на весь мир Майнкрафта. И также покемонов. Где мы просто вот так сядем. Включим F1. И будем смотреть на весь прекрасный мир. Да, ребята. А сейчас, к сожалению, мы будем заканчивать. Я надеюсь, что вам очень сильно понравилась эта серия. Если вы хотите видеть новую серию, то завтра, ребята, влепите большущий палец вверх. Если мы с вами наберем 3000 лайков, я обещаю, что я завтра выпущу новую серию. А если вы хотите, чтобы я новую серию начинал со своей собачурой, ребята, то влепите также большущий палец лайк. Большущий палец вверх, большущий палец лайк. Наберем 4000 лайков. Я, ребята, в следующую серию запишу со своей собакой. Я вам, ребята, обещаю, честное слово. Также можете подписываться на мой канал, потому что каждый подпишет для меня как друг. Можете рассказывать о этом видео своим друзьям. Приглашать их на просмотр. и также ребята делиться а вконтакте допустим сделать репост этого видео я буду этому очень сильно рад если вам конечно не лень также можете отвечать точнее также можете оставлять свои комментарии я все ваши комментарии читаю и на самые интересные я буду ребята вам отмечать я еще раз расскажу большое спасибо за просмотр приходите на мой канал завтра потому что каждый день выходит видео и каждый день ребята я вас жду всем удачи ребята и всем пока